Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Хакасия вошла в число регионов России, в которых пройдет эпид-мониторинг хронических неинфекционных заболеваний. Это позволит специалистам выявить факторы риска, приводящие к ухудшению здоровья жителей и разработать программы по улучшению данной ситуации. Подробнее об этом мы сегодня поговорим с врачом-методистом Республиканского центра медпрофилактики Ларисой Лебедевой. Лариса Владиславовна, здравствуйте! Добрый день! Лариса Владиславовна, а с чем связано проведение эпид-мониторинга? Для чего он вообще проводится? Болеть стали чаще? Я хотела бы сказать, что по данным Всемирной организации здравоохранения, хронические неинфекционные заболевания ежегодно в мире уносят 40 миллионов жизней. К данным заболеваниям у нас относятся сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, группа бронхолегочных заболеваний и сахарный диабет. И хронические неинфекционные заболевания мало того, что уносят 40 миллионов жизней в год, среди них почти 50% умирает трудоспособного населения, то есть это люди от 40 до 60 лет. И такая высокая заболеваемость и смертность от данной группы заболеваний стимулировала Всемирную организацию здравоохранения принять глобальный план по борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями. И одной из составляющих важнейших частей данного плана является эпидемиологическое исследование населения на распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Этот эпидмониторинг, мы будем кратко называть его, проводится во всех странах. Россия вошла в число стран мира, где проводится этот эпидмониторинг. Он проводится с 2017 года и, в свою очередь, Республика Хакасия также вошла в число регионов, где будет проводиться данное эпидемиологическое исследование. Расскажите подробнее, что такое в целом эпидмониторинг и как он проводится. Данное исследование у нас проводится среди населения Республики Хакасия, будем говорить о нашем регионе. Будет подлежать данному исследованию 2000 человек. Включает он в себя три блока. Это сначала опрос населения, затем измерение каких-либо физиологических параметров и лабораторное исследование. Вопрос, первый блок, это анкетирование населения. То есть, если мы конкретно берем одного человека, то есть анкетные данные для того, чтобы оценить уровень состояния здоровья, указывается возраст, уровень образования, то есть социальное положение, какое человек занимает, состав семьи. И затем по анкетированию, то есть опрашиваем на распространенность факторов риска. Они у нас делятся на две группы, управляемые или неуправляемые, или модифицируемые и немодифицируемые. То есть те факторы риска, которые сам изменить может в себе человек, и тем самым снизить риск развития заболевания. К ним относятся, это, конечно же, нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность, вредные привычки, такие как курение, алкоголизм. А к немодифицируемым факторам риска, на то, что мы не можем повлиять, это, конечно же, наша экология, это наследственность, то есть те факторы, на которые мы уже повлиять не можем. И вся работа профилактическая направлена на информирование населения о том, что какой-то именно изменяя свой образ жизни, мы можем повлиять на те факторы, которые содержатся на нашем контроле, тем самым снизить уровень развития каких-либо хронических неинфекционных заболеваний. И вот анкета именно направлена на выявление вот таких модифицируемых факторов риска. Измеряется артериальное давление, измеряется вес, измеряется рост, также определяется уровень глюкозы и холестерина крови. То есть те медицинские работники, которые будут обследовать или на дому, или в лечебном учреждении, проводят полностью обследование гражданина для того, чтобы оценить уровень здоровья. И затем мы направляем все данные исследования в Министерство здравоохранения Российской Федерации, для того, чтобы вывести общую картину распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Вы сказали, что в мониторинге примут участие 2000 жителей нашей республики. А по каким принципам отбирается вот это население? Кто будет проходить обследование? В Москву были направлены все наши территории, то есть терапевтические участки, так как у нас население всей нашей республики прикреплено к терапевтическим участкам, их у нас 216. И затем методом случайной выборки были отобраны территории, то есть у нас 10 территориальных муниципальных образований участвуют в этом эпидемиологическом мониторинге, не участвуют у нас Баградский район, Бейский район, Таштыбский район, рабочий поселок Майна и Черемушки, то есть эти территории не попали у нас в данный мониторинг. Все остальные территории республики Хакасия попали в данный эпидемиологический мониторинг. И методом случайной выборки как были выбраны муниципальные образования, так и были выбраны терапевтические участки, которые находятся у нас в данном муниципальном образовании. И на каждом терапевтическом участке также методом случайной выборки были отобраны несколько квартир, Мы их в этом мониторинге называем домохозяйства, которые будут подлежать, в которые придут у нас интервьюеры, то есть те люди, которые будут проводить этот мониторинг. Все это говорит о том, что именно случайная выборка позволит оценить распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. А кто будет проводить данный мониторинг и что, если придя к тому или иному человеку, он будет не согласен с проведением данного осмотра? А что делать тогда? Одной из составляющих частей эпидемиологического мониторинга является, конечно же, добровольное согласие обследуемых на проведение данного вида исследований. То есть человек сначала подписывает именно согласие информационное, оно письменное, оно потом подкрепляется именно в тот блок анкет, который мы собираем. Проводить будут этот эпидемиологический мониторинг, конечно же, участковая служба, то есть участковые врачи и медицинские сестры на те участки, которые у нас определены в этом мониторинге. Также у нас, так как очень большое количество населения, и мы знаем, что медработники у нас, конечно же, загружены и другой работы, будут помогать у нас студенты, волонтеры и медики Хакасского государственного университета. То есть они также будут выходить или самостоятельно, или вместе с медицинской участковой службой проводиться данное исследование будет или на дому, или по согласию обследуемых будут приглашаться именно на участок, в участковую службу, в отделение кабинета медицинской профилактики, для того, чтобы пройти данное обследование в медицинском учреждении. Если к вам, конечно же, приходят медицинские работники, у них будут соответствующие бейджи, они представятся, но участковых, допустим, медицинских сестер, я думаю, знает каждый, кто обращается за медицинской помощью или на приемы, или участковый врач, он выходит на дом, и медицинская участковая сестра приходит на дом. И в основном население со своими медицинскими работниками, они знакомы. Если возникнет вопрос о достоверности, да, кто к вам пришел на дом, вы можете позвонить, телефоны в широком доступе есть у нас на сайтах медицинских учреждений, руководство медицинского учреждения. С вопросом, действительно ли к вам вышли с эпидемиологическим мониторингом, вы назовете свой адрес, и да, именно фамилию, имя, отчество, кто к вам выходит по приказу, номер участка. То есть вы можете в телефонном режиме получить подтверждение, что это действительно это исследование, и к вам пришли медицинские работники или же волонтеры, студенты, медики. А когда стартует данная акция и сколько по времени она будет длиться? Данная акция, вообще эпидемониторинг у нас будет проходить в два этапа. Первый этап у нас будет проходить в сентябре-октябре, так как большое количество населения. Второй этап у нас будет проходить весной, в следующем году, в марте-апреле. И затем будет контрольный срез, то есть будут звонить представители Министерства здравоохранения Российской Федерации. И действительно будет такая проверка, то есть вам будут задаваться вопросы, действительно ли к вам приходили, как вас обследование. Обследовали, будут спрашивать качество обследования, действительно ли весь перечень вам провели согласно анкете. То есть будет вот такой контрольный срез, поэтому когда вас попросят указать сотовый телефон контактный в анкете, это необходимо сделать именно для того, с целью контроля за проведением данного вида исследования. Лариса Владиславовна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова